Ирина Тоже хочу поделиться свидетельствами Божьей славы. Просила в этом чате соединиться со мной в вере за исцеление сына. Была температура 39 и кашель. Немного выпил лекарства и на ночь включил проповеди о нетлении. Впервые услышал это послание. Заболел в воскресенье вечером, а в среду пошел уже на занятия совершенно здоровым. Аллилуйя! Все эти дни на ночь включал проповеди о нетлении и так засыпал, слушая. Утром заходила в комнату и видела, что проповеди все идут. Вчера на утреннем эфире приняла слово о полном исцелении моих легких и бронхов. Кашляла больше месяца уже. Вчера стало лучше. Кашель почти прошел. Сегодня еще лучше. Завтра совсем здорово буду. Сегодня проснула с утром. Голова болит. Сложнее было слушать утренний эфир. Приняла избавление от боли. Сразу боль не прошла. После эфира даже хуже было. Но продолжала верить, что приняла избавление от боли. Через несколько часов вдруг поняла, что голова тоже не болит. Спасибо, папа. И спасибо за эфиры Андрей и Оля. Так радость наполняет. Наталья. Свидетельствую. Благодарю отца за Андрея, сына любимого и верного, за небесную цивилизацию и всех ходатайев драгоценных. Позавчера решила поговорить со своими работодателями, обсудить повышение зарплаты. Понимаю, что время для земных непростое, но я сын, и я много и добросовестно работаю, и хочу другую зарплату, которую я заслуживаю. За несколько дней до разговора я сходила в разведку, оставила тантук, наследила и так далее. Так вот, мы начали обсуждать этот вопрос, и работодатели мне сказали, что это все, на что они способны на сегодняшний день. Я очень хорошо отношусь к этим людям, с глубоким уважением, и это взаимно, с их стороны. Я сказала, ладно, пусть будет как есть. Спасибо в любом случае. И вот на следующий день они меня зовут в конце рабочего дня и говорят, «Мы решили поднять тебе зарплату». Ну, это же чудо! Отец заботится о своих детях и в любые времена обеспечивает еще больше. Слава отцу! Слава! Благодарю тебя, отец! Люблю тебя, отец! Преломляю, умножаю, раздаю с радостью и любовью. Марина Сегодня во время утреннего эфира ушла боли с поясницы. Благодарю за исцеление, Андрей и Ольга. Наталья Сегодня молитва – это огонь, наполнила та густой славой, весь организм наполнился светом. И внутри заполнилось все светом, и душа пила, как лань от потока животворящего духа. Спасибо, отец! Вы такой отец! Амар Сегодня на утренней молитве, когда молился Андрей за душу, получила свободу, радость сквозь слезы. Смеялась и созерцая, видела действительно, как моя душа, как лань пила из потока. Прямо натурально такой широкий поток шел, чистый, брулящий, так божественно было. Целый день радовалась и танцевала. Еще вчера, во время молитвы, притупилась боль в правой почке. С болью именно с правой стороны с утра встала, а сегодня после молитвы полностью прошла. Слава, слава отцу! Благодарю отца за Андрея с Олечкой. Галина Хочу поблагодарить Андрея и Олечку за утреннюю молитву. Услышала одобрение и радость переполнила душу. Моментально решилась проблема, длившаяся почти месяц. Спасибо, Андрей, за слово знания. Благодарю отца за пасторов. Такое благовестие душе. Вся слава отцу! Славы твоей, отец! Полна вся земля! Слава, слава! Светлана Я хочу поблагодарить драгоценного пастыря и Олю за молитвы помазания, за исцеление копчика, кишечника, эмоции отверженности. Когда вы сказали, нужна моему отцу, он любит меня, и за душу вы молились. Такая радость пришла, как у ребенка. Охота смеяться и резвиться. В предплечье, в руке правой, была такая боль. Спасибо, благодарю отец, такой отец, за такие чудеса. Нервная система исцеляется. Такое счастье быть свободной от оков. Спасибо. Слава папочке за вас, дорогой Андрей. Ирина. Расскажу о славе отца. Несколько дней назад позвонил сын и рассказал мне, что где-то давно на связь не выходят его друзья. Я помолилась и понимаю, что они живы. Три дня молилась, высвобождала, чтобы очнулись и вернулись к отцу. Но я из тех, кто долго не любит ждать. Попросила Нелли из Молдовы поддержать. И в итоге суток не прошло, как один друг сына ему отзвонился. Слава полна, вся земля. Аллилуйя. Благодарю наших пастырей Андрея и Олю. И никогда не устану удивляться нашему отцу, как он улучшает, обеспечивает, успокаивает наше пребывание на земле. Евангелина. Делюсь папиной славой. Однажды с подругой мы ходили духом к женщине, чтобы была в коме. Сделали все, что нужно, и она пришла в себя. Это было некоторое время назад. Я об этом свидетельствовала. А сегодня ее дочь говорит, что она чувствует себя еще лучше, чем до болезни. А вчера ходили духом к человеку. Рвота несколько дней не прекращалась. Почки и так далее. Подвезли в больницу, должны были оперировать. Мы вернули время назад, обменили болезнь и операцию. И сделали все, что нужно. Сейчас позвонили и сказали, что операция отменена. Чувствует себя хорошо. Аллилуйя! Славься, отец! Риза, сегодня я захотела написать про свою работу. Это редко услышать можно. Но несмотря на то, насколько она специфическая, я кайфую от нее. Вот не передать словами, как я обожаю то время, проведенное там, в роддоме, в своем отделении, со своими самыми родными и лучшими коллегами и сотрудниками. Та любовь, которая во мне циркулирует, которая транслируется на всех, начиная с разговоров, помощи и прочего. Да просто элементарно присутствие. Я готова об этом говорить вечно. Работая пять дней в неделю с восьми до шестнадцати, задерживаясь периодически часто на один-два часа, я с огромным удовольствием снова поднимаюсь и иду на работу. Скажу одно, это мое хобби, за которое мне платят. Я готова хоть за бесплатно там находиться. И не шучу даже. Сколько свидетельств уже от того места, от моего присутствия там. Хотела поделиться тем, что даже если я мало сплю, по четыре-пять часов в среднем, бегая там постоянно, что-то делая, у меня всегда есть чем заняться. Я не устаю. Сегодня тому пример. Было много работы, я задержалась. Но ощущение внутри, как будто я просто попила чай. Ха-ха-ха. Реально? Настолько классное помазание. Об этом я хотела рассказать. И тут новость. Старшая медсестра объявила, что теперь мы будем работать два через два с той же зарплатой, но работы будет в итоге меньше. Ну и достаточно. Конечно, может, не на долгий период времени, но какое благословение. И знаете что? В один момент даже грустинку увидела в том, что я на работе не буду так часто. Ведь я ее обожаю. Просто благословение какое-то. Посвобождаем у тебя, дорогой друг. Если ты думаешь про работу, то лови то, что просто для удовольствия и в первую очередь. А финансы есть всегда. Это мой девиз по жизни. Отец такой отец, а я такой сын. Мария сегодня с удовольствием на работе зум Ходатаев посмотрела и послушала запись проповеди. Спасибо. Во время молитвы, но ржамал, я ощущала огонь сильный по всему телу. Даже до сих пор огонь гуляет по телу. Татьяна. Поделюсь радостью. Просила Ходатаев присоединиться в молитве, когда папу вывозили из Киева в Польшу. Всем спасибо за огромнейшую борьбу. За молитвы, откровения и пророчества. Спасибо за слова поддержки, за Ходатайство. Слово Бога исполнялось. Воля Бога исполнилась. Кто может выступить против Бога и победить? Никому это не по силам. Дьявол всеми силами хотел удержать, хотел лишить, хотел украсть, но воля Бога совершенная и суверенная. Враг выступил на меня и мою семью с мечом. От меча и погиб. Планы тьмы не сбылись и не состоялись. Планы Бога сбылись и состоялись. Мы с папой едем в поезде с одной пересадкой в большом городе. И думаю, что с перронами там проблем нет, а дома нас встретят. Папа держится молодцом, а я холодцом. В тепле таю и начинаю засыпать. 10 марта вечером выехали без нормальных условий, уезжая непонятно как и куда. Даже то, что мою сестру и папу не перевели в варшавские вагоны и они поехали на лодзь, Бог повернул все самым лучшим образом. Он перевел нас на крытый и красивый ЖД вокзал, где накормили, отвезли вместо отсыпки, положили хотя бы на два часа просто полежать. Сумки носили, папу возили на инвалидном кресле, кстати, которые оставили нам совершенно бесплатно. Люди очень отзывчивые и буквально требуют задействовать их в помощи вам. Пусть Бог благословит каждого волонтера и человека, который не безразличен. Дьявол хотел вставить палки в колеса тем, что гонял нас по городам, пока мы не встретились в городе Лоц и сам того не подозревал, что это приведет к большому благословению для нас. Так вот, мы немного отдохнули и в пять утра были уже снова на вокзале. И, как оказалось, у сестры и у нас с папой поезда отходили с разницей в десять минут. Я очень не хотела, чтобы кто-то оставался один. К нам присоединился мужчина, который помог мне с папой зайти в поезд. Мы попрощались и побежали каждый в свой поезд. Мы еще в пути, уставшие и очень хотим спать. Но воля Бога исполнена. Он победил. Мы победили. Мы победили молитвами. Мы будем побеждать свидетельством Его силы и славы во веки веков. Благословляю всех, кто принимал участие. Пусть окна небесные не затворятся, и на вас изливается Божье благословение. Обнимаю каждого. Вы в моем сердце. Аноним. Хотела рассказать кое о чем позже, но придется сейчас. Поняла, что это свидетельство. Однажды мой супруг сказал, почему я с отцом не поговорю об этой проблеме. Все же пройдет. И я во время утренних молитв, подставляя себя в течение и давая духу животворящему течь в моем теле, поняла через два дня, но я хотела убедиться, что токсикоз ужасный, незаканчиваемый, без конца, который меня беспокоил, меня достаточное время исчез, и его больше нет. Есть немного головокружения и позывы, но и это стало реже. Все уходит. Слава отцу! Надежда. Мне на карточку от сына на день рождения пришло 20 тысяч. Я преломляю это свидетельство и раздаю. Слава Богу! Лидия. У меня тоже свидетельство. У меня пошли продажи моего залежавшегося товара. Аллилуйя! Спасибо, отец! Ты такой отец! Надежда. Еще хочу поделиться свидетельством. Вчера накупили много продуктов на небольшую сумму. Я преломляю это свидетельство и раздаю. Спасибо, папе. Принимаю этот поток благословений. Благодарю отца за пастора Андрея и Ольгу. Благодарю вас за утренние молитвы. Какое наслаждение начинать утро дня ныне с вашей молитвы и благословения, сообщения с вами драгоценные. Спасибо, благодарю. Галина. Галина. Отец царствует. Отец царствует. Сыны рядом. Свидетельствую. За 10 дней вашей молитвы во мне произошли исцеления. Невозможно все перечислить. Очень много. Волосы не выпадают, темнеют, седина проходит. Прекратилась боль в суставах, колени, бедро левой ноги, голень правой ноги. Идет преобразование и исцеление ступней. Косточки совсем маленькие стали. Болей нет. Исцелилась от сахарного диабета, хотя стою на учете. Утром во время молитвы почувствовала и жогу в желудке, и поджелудочная железа начала пульсировать. Все прошло. Болей нет. Спасибо, отец. Благодарю. Партиран заплатил долг. Полнота божества телесна. Слава, слава. Благодарю, отец, за высокое место славы. За святого духа, действующего во мне могущественно. За сонных ангелов, посланных в мой круг жизни. Аллилуйя. Лида. Вчера упала дрель мне на ногу. Воткнулась в ступню сверлом. Было так больно, что потемнело в глазах. Я сняла носок, а там огромная опухоль и синяк. Я положила руку на ногу и приказала боли уйти, и опухоль исчезнуть. Опухоль стала меньше, и болеть стала меньше. Но утром, когда я встала и проснулась на молитву, не могла наступать на ногу. Андрей молился, а я сказала, Андрей, давай за ступню. И Андрей говорит, у кого-то ступня. А я, да это у меня. Папа, спасибо. И вот после молитвы боль почти прошла. Я даже обула ботинки на каблуке и пошла на свадьбу. Хорошо повеселились. Спасибо папе и пастору Андрею. Татьяна. Вчера вечером сильно болело плечо, и спина болела. Перед сном включила утренний эфир. Получается, что слушала всю ночь. Во сне слышала голос и молилась вместе с Андреем. Это было как сон. Проснулась в радости. Самое важное, что про боли в плече и спине я забыла напрочь. Только в конце эфира вдруг пришло понимание, что боли нет. И ее нет с самого утра. Вот как быстро забывать начала. Исчезла. И я даже не вспомнила. Аллилуйя. У меня был исцеляющий сон. Ангелина. После эфира самочувствие улучшилось. Были симптомы какого-то вируса. Боль в шее прошла. Уменьшился шум в голове. Задышал свободнее нос. Папа юморист. И веселит в эти тяжелые, казалось бы, дни. Было время, что сжималось что-то внутри от воя сирен. И сверлящие мысли. Как дети. А теперь вот уже много дней сплю под эту музыку сирен. Негодуя, что гудит, как назойливая муха, мешая спать. Спала так, что проснувшись, для меня большим горем было не вой сирен. А то, что проспала 15-20 минут эфира утром. Потом пересматривала. И так несколько дней. Обеспечение у детей приходит. Деньги тоже. Все живы. И еще много всего. Обнимаю всех. Слава отцу. Наталья. У меня свидетельство славы отца. Я просто вне себе от радости. Мой сын последнее время скептически потрунивал надо мной по поводу новой секты, где якобы я оказалась. Но когда начались тревожные события на Украине, приехал домой взволнованный и попросил что-то дать ему послушать позитивного. Но я, недолго думая, скинула ему про порталы крови. А когда сын снова домой приехал, он стал рассказывать, как его накрыла атмосфера любви, покоя, и что он очень явно разглядел ангелов, идущих рядом с ним. От радости не верила своим глазам и ушам. Дальше еще лучше. Мы посмотрели с ним воскресный эфир про тысячелетнее царство. Потом вхожу в гостиную, а там льется знакомый родной голос. Сын начал слушать курс созерцательной жизни. Если что-то не понимал, назад перематывал и дальше шел. Вау! Вот это счастье пришло. А я только высвобождала помазание на детей, и все само плавно совершилось. И сын сказал еще, что, как начал слушать Андрея, перестал принимать обезболивающее. Была проблема в шеено-грудном отделе позвоночника. Какой у нас отец! И это только начало. Огромная благодарность Андрею, Олечке, что согласились быть голосом отца, от которого все оживает. Аллилуйя! Люра, благодарю отца за зум. Твои мощные потоки огня, торжества, радости, смеха текли, снося все кисломордие, которое забилось еще в щелях. Свидетельство Божьей славы! С 7 марта у меня что-то все обострилось, под левым коленом опухло, поясница болит. На зуме такое помазание сошло. Все боли ушли навсегда. Спасибо всем ходатаям. Святым, радостным, торжествующим, могущественным Сынам Божьим. Ирина, у меня на лодыжках исчезли варикозные сетки. Совсем. Я сначала думала, что это просто ноги отекли, и сетки спрятались временно. Но нет, отеков нет, и все капиллярные сетки исчезли. Аллилуйя! Благодарю тебе, Отец! Нет лени, это правда. Благодарю пастора Андрея и Оленьку за молитвенные эфиры. Благодарю сынов, которые записывают аудио этих эфиров и присылают в личные сообщения. Всех и каждого люблю! Фрида, после того, как увидела у нас в церковном чате заявление от РосХБ против Андрея, я сразу приняла решение идти дальше. Спасибо вам, Андрей и Оля, за ваше дерзновение и за ваши открытые глаза. Благословляю вас всех! Вера, хочу написать свидетельство и благодарность Нуржамал. Просматриваю и теку в духе с записями зумов-хадатаев. Включила зум за 8 марта, молилась. Нуржамал высвободила исцеление от диареи. Я аж подскочила, закричала, принимаю! Две недели мучилась с этим делом. Пила лекарства, но толку не было. И теперь свидетельствую, исцелилась по слову сына Нуржамал. Слава Отцу! Благодарю! Людмила, сегодня во время утренней молитвы поднялась боль из души. Дух Святой даже открыл отчего. И потом через кашель произошло освобождение. Спасибо большое за потрясающие молитвенные эфиры. Каждый раз удивительным образом происходит служение Духа Святого. Спасибо, драгоценные Андрей и Олечка. Славлю и благодарю бесконечно небесного Отца. Папа, спасибо! Аноним. Болела шея и затылок сильно, и правая рука, и нога. С пятницы все прошло. Аноним. Любила петь, но голос начал пропадать. Сейчас пою звонко, голос, как у соловья. Аноним. У меня случилось чудо. Всю жизнь у меня были проблемы в технических вопросах. Так и при попытках установить VPN на свой мобильный, в последние дни я терпела фиаско. А сегодня включила свой золотой мозг. Своё нетленное разумение взяла и легко установила приложение. И вот я с вами. Аноним. Два дня болела поясница. Больно было наклоняться и ходить. Боль прошла. Видела большое количество ангелов. Коридор из ангелов. И я шла по этому коридору. Карина. Боль в животе ушла. Проблемы по-женски. Чувствую тепло. Думала от утюга, когда рубашку гладила. Проводила сына в школу. Оказалось, нет. Не проходит тепло. Слава Богу. Аноним. Проснулась сегодня с головной болью. Сейчас лёгкость, просветление. Боли нет. Аноним. Всю ночь был жар у ребёнка. Четыре года. Сейчас поднесли к эфиру, и сразу жар спал. Раиса ушла опоясывающая боль с двух сторон. Аллилуйя! Елена. Вы знаете, два года назад я сказала, что у меня в семье деньги не заканчиваются. Я так в это поверила. А когда начала слушать учения пастора экономика Иисуса, я в этом очень сильно утвердилась. У меня ушли все сомнения по этому поводу. И муж перестал говорить о том, что мы много тратим. И я просто перестала считать, сколько денег осталось. Я признала своего отца источником и успокоилась. При переезде было много трат. Но всё чудесным образом покрывалось. Я смогла продать старую мебель. Муж получил бонус. А потом, знаете, чем больше я слушала Андрея, тем больше мой дух расширялся. И мои материальные желания, потребности уменьшались. Я как-то перестала особо желать быть обладательницей всех земных благ. Мои духовные ценности ещё больше возросли за этот год. Благодарность пастору. Ещё хочу сказать, что учение о духе, об облаке свидетелей, мне помогло легче пережить уход моей мамы в другое измерение. Я отчётливо понимаю, что раньше я бы очень долго восстанавливалась. Слава отцу за пастора Андрея, за истину. Видна разница в учении истины и религии. Очень отличается религиозная ложь от истины. Религия унижает и приземляет, а истинное учение Отца тебя поднимает, поддерживает и делает свободным. Истина делает свободными. Аллилуйя! Если вы в страхе, значит, не знаете или не поняли истину. В страхе держит религия, дух Антихриста. Свободы всем и любви. Белла. Спешу поделиться своими переживаниями. В молитве отец напомнил момент, когда Сыну Божьему протирали ноги маслом, елеем. Было побуждение воссесть удобно и положить деньги под ноги. В моменте я ощутила себя в Сыне и смотрела через Него и ощущала елей на ногах. Пережила царственность и власть, величие и высоту, славу и помазание. А ведь елеем помазывали на царство. Спасибо, папе, за подтверждения и знаки. Спасибо вам, пастор Андрей и Оля. Светлана. Вчера я положила на пол, на коврик, купюры по 20 евро и сказала, пусть лежат все 4 дня, пока Пасха. Вечером смотрю, появились еще деньги. Ксюша дочка добавила 10,5 евро. А утром муж мне говорит, смотри, там еще деньги появились. А это он добавил купюру по 50 евро. Все потихоньку начинают прозревать. Слава, вся слава тебе, отец. Светлана, чудеса не закончатся. Отец стал приближать ко мне людей. Они как бы сами ищут меня, встречи со мной. Я радуюсь и раздаю любовь отца, ободрение и поддержку. У меня всего избыток для них. Этот избыток не заканчивается, а умножается. Во всем прибыль. Пошла в сервис с ноутбуком. Нужна была в него батарея. Но в результате я купила аккумулятор для работы от сети меньшей суммой. И еще в подарок дали мышку. И ноутбук настроили. Память почистили от старых загрузок. И предложили сотрудничество. Я была рада и благословила мастера Сергея на финансовое благополучие. И славы. Еще пришла прибыль от поставщицы козьего молока. С молоком принесла яблочное варенье. Еще творогом угостить обещала вскоре. Отец! Он такой отец! Я на курс созерцания жизни направила двоих знакомых. И еще готовлю. Какое чудесное и прекрасное время благоволил отец дать мне и жить в нем. Я очень его люблю. И восхищаюсь им. Спасибо пастырам нашим за откровение отца для нас. За их горячие и любящие сердца. За верность делу отца. Люблю вас, Андрей и Оля. Вы лучшие, искренние, смелые. Такие сыны отца. Ирина. Мужу на день рождения подарили гитару. Он о ней мечтал всю жизнь. И еще я наконец-то уговорила мужа лечить зубы. За 10 лет не лечил их. А тут послушался. Причем такое благословение получил. Стоимость одного зуба ему вышло всего 300 рублей. А я понимаю, это папина рука. Муж так счастлив. Всем знакомым ходит, рассказывает. У него спрашивают. А так вообще можно? Людмила, я так благодарна любимому папе за все, что происходит в моей жизни. За это время, от начала презентации курса, каждый день я чувствую, как возрастают мои переживания и чувствования прибыли. Вчера переслушала эфир воскресный, где пастор делился о том моменте из жизни, когда у них с Олей не было денег. Им помог его сын. Андрей засмеялся, и в этот момент я освободилась от страха, что у меня не будет денег, чтобы заплатить за съемную квартиру. Его смех обезоружил внутри меня этот страх. Я почувствовала, что вырвали его изнутри и сразу пережила, что любящий отец есть тот, кто обеспечивает меня. Еще ко мне на этой неделе возвратилось то, что мне казалось, я утеряла навсегда. Никак за все это время у меня не получилось к этому приступить. И вдруг это возвратилось. Я счастлива от этого. А еще вчера я обнаружила, что на балансе моего телефона сумма вдвое больше, чем я пополняла. Это у меня впервые, чтобы появлялись деньги на балансе телефона. А еще угостили продуктами. Спасибо тебе, отец! Алла, в продолжении моей истории. Клиенты заявили, что не хотят сотрудничать с руководством, а хотят иметь дело непосредственно, лично со мной. И записали меня в телефонный справочник как коллегу, чему я очень удивилась, так как это очень деловые люди, которые живут в своих финансовых сферах. Руководство отошло в сторону добровольно. Слова Андрея воплощаются. Он сказал, что люди сами захотят иметь дело с нами. Уже второе предложение, которому я не особо была готова и очень удивляюсь, но буду вникать и дальше, проходя курс. Спасибо, Андрей и Оля! Отец удивляет все больше. Курс еще не стартовал, а у меня так изменилось мышление, и это сказывается на событиях очень мощно, что все вокруг удивляются. Вот такие чудеса! Решила поделиться с вами. Как же важно придерживаться всех рекомендаций, чтобы был результат. Зеркало славы, например. Андрей и Оля, еще раз спасибо! Спасибо отцу! У меня и так столько всего изменилось за два месяца пребывания в небесной цивилизации, но, видимо, это еще не все. Людмила, сегодня на встрече богов, перуя за столом, у меня застряла рыбья косточка в горле. Не могла вынуть ни пальцем, ни хлебом протолкнуть. Еду домой, уже стала колоть в ухо. Приехала, увидела в зеркало, что далеко торчит кость. Двумя разными пинцетами не могла зацепить. Думаю, да что ж такое? Ангелы, помогите вытащить кость. И просто беру чайную ложку и засовываю ее подальше, и скребу. Кость легко вышла. Аллилуйя! Спасибо, папе, за ангелов. Я работаю, убираю дома. Сегодня мне подарили долларовое дерево. Это знак от папы. И большой кусок мяса. Каждый день приумножение вижу. Благодарю Андрея и Олю. Вы мостик, которого так не хватало. Галина. Однажды моя знакомая попросила молиться за своих родителей. Они заболели ковидом, а им уже далеко за 80. Притом отец сердечник, а мама страдала от диабета, и у нее больные почки. Мы молились со своим светильником, и их обоих выписали из больницы после выздоровления. А через какое-то время знакомая опять позвонила и опять просила молиться за родителей. Были осложнения после вируса. Я сама связалась с ее мамой по телефону, помолилась, поговорила с ней и предложила ей послушать молитвы пастора и уроки курса «Созерцательная жизнь». И она согласилась. Я присылала ей молитвы и уроки. И вот после очередного урока она позвонила и сказала, что ей стало лучше. Она поднялась. До этого большую часть времени лежала, стала делать домашние дела, сама нашла утренние молитвы Андрея и Оли, слушает и радуется свидетельствам других людей. У нее появилась надежда на исцеление от всех болезней. Благодарит и славит Бога и вас, дорогие Андрей и Оля. Валентина. 7 апреля ребенок 4 лет, девочка из мусульманской семьи, выпала из окна 8 этажа. Племянница позвонила мне и сказала, что ребенка увезли на скорой в больницу. Я сказала, давай молиться. Она сама православная, а муж ее мусульманин. Стала молиться, опускала девочку в поток, в купальню, проводила ее через портал, как мы все молимся. Ей сделали операцию. Порваны легкие, вставляли трубки, была на искусственном дыхании. Что еще было, не знаю, но ее спасло то, что упало на дерево. Она была в очень тяжелом состоянии, в коме, в реанимации. И Бог по молитве исцелил ее. Через три дня сняли трубки и перевели в общую палату. Сейчас она в больнице. Еще слабая, но уже кушает, играет игрушками, улыбается. Мама успокоилась, лежит с ней в палате. Слава папе, Господу, отцу нашему. Спасибо за чудесное исцеление ребенка. Аллилуйя. Аминь. Евангелина. Сегодня супругу нечем было добраться домой. Позвонил, сказал, что застрял на дороге. Лил дождь. Встала молиться. Сказала, транспорт тотчас. Остановилась крутая машина с телевизором и кожаным салоном внутри. Такие обычно не останавливаются. Довез до остановки, хотя ему было не по пути. Супруг по дороге рассказал ему об Иисусе. Денег с него не взяли. Остановилась следующая крутая машина, где было три молодых человека. Хотя сначала проехали, а потом вернулись за ним. Тоже услышали об Иисусе. Благодарили. А добраться супруг должен был. Нужно было сделать массаж человеку, у которого от бронежилета проблемы. Даже в такое тяжелое время отец приводит людей. А через них благословляет финансово супруга вдвое больше. Хотя супруг не хочет брать, но они настаивают. Слава отцу! А мне подарок еще раз увидеть супруга живым и здоровым. Белла. У моего сынули был кариес, флюс, скапливался гной, зубы болели и очень его беспокоили. Мучились больше двух месяцев. Сейчас папа устроил поездку к стоматологу. Да еще так благословил! Почистили зубы и каналы трех зубов. И бесплатно! Взяли только за визит 30 долларов, а клиника частная. Плюс подарили машинки и шоколадки. Просто сладкая жизнь! Нелли. Мои внуки, две девочки и два мальчика, увлеклись гаджетами, стали зависать на компьютере и телефонах. Перед приходом мальчиков ко мне с ночевкой я обозначила папе свое отношение к этому. И вчера вечером внучок пошел к компьютеру, чтобы включить, но там несколько штекеров выдернуты. Мы попытались все включить, но безрезультатно. Решили подождать, пока приедут за ними родители и посмотрят, что происходит. Я знала точно, что компьютер и монитор были включены. И до меня дошло, что это сделали ангелы. Мой старший внук увлекся книгой перед сном. Обычно он стремится к другому. Спасибо, папа и ангелы. Наталья. У мужа погашен кредит. На арестованную карту пришли деньги 9000 рублей и один кредит погашен. Это все отец. Отец, ты такой отец. Благодарю. Благословляю нашего пастыря Андрея и Олю и всю небесную цивилизацию. Любим вас всех. Преломляю и раздаю. Татьяна. Деньги приходят безмерно. Меня вызвали на работу на два моих выходных, так как праздничные. А зарплата за эти два дня как за шесть дней. Аллилуйя! Шарипа. Я работаю медицинской сестрой в поликлинике. 13 марта в нашей поликлинике случилось несчастье. Одна из моих коллег, участковая медсестра, попала в автомобильную аварию. Она сама была за рулем. Когда я услышала про эту аварию, сразу стала молиться. Молилась каждый день. Коллега 20 дней была в коме. У нее все органы были порваны. Печень, кишечник, желудок. Голова стала как шар. В таком состоянии люди не выживают. Но случилось чудо. Три дня назад ее перевели из реанимации в общую палату. Она уже кушает через зонт и глаза открывает. Потихоньку приходит в себя. Я училась у Андрея Яковишина как молиться. И мне эта молитва помогла. Спасибо небесному отцу, что с таким пастором нас познакомил. Я очень благодарна папе. И благодарю пастора Андрея. Сейчас эта медсестра чувствует себя хорошо. Елена. У моего сына была в ипотеку куплена квартира. И я благодарила отца, что долг погашен. И когда молился Андрей за погашение долгов, всегда провозглашала. И вчера долг в миллион рублей был погашен. Слава, 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 отец! Вся слава и хвала тебе, отец! Спасибо Андрею и Оле за их учения, молитвы и терпение! Ангел, папа, дал нам недельный отдых на побережье Карибского моря. Перелет, отели все включено, деньги на мороженое. Обо всем позаботился наш отец. Просто нам с сыном сказали, хотим вам сделать приятный сюрприз. И еще сказали не брать много вещей с собой, чтобы было место в чемодане, так как нам везут подарки. Там мы встречались с родственниками. Домой вернулись загорелые, довольные и еще с полным чемоданом новых нарядов. Я ни копеечки не потратила на отдых. Вот такие подарки делает любящий отец. Преломляю, раздаю, это не закончится никогда. Слава папе! Раиса сегодня ходила в магазин. Сверху с полки нужно было достать одну бутылочку. Я ее взяла, и тут у меня стало такое непривычное состояние. Я стала куда-то плыть, не в духе, а физически. И тут же я услышала кисломордное шипение. Вот сейчас отключишься, вот и твое время. В старости у всех бывает. Я так легко двумя руками на полочку уперлась и просто в разуме говорю, ложь, это не мое. Отец, я вдыхаю твою славу и выдыхаю эту ложь. Пару раз еще вдох, выдох и пошла нормально дальше. Отец, ты такой отец, славный, чудный, я и ты одно, спасибо, тысячу раз спасибо тебе, драгоценный. Наталья, сегодня были приглашены на день рождения ребенка. И вот такой момент. Дух Святой начал сильно побуждать сходить в папин погребок за игристым вином. И вот через пару минут помазание смеха растеклось на всех гостей. Радость и смех. Многие не могли понять, что это. А это сыны рулят. Анастасия. В пятницу дочь пришла со школы и ее стало сильно рвать. По вере сына рвота прошла в тот же вечер. А на следующий день дочь начала кушать, к вечеру уже прыгала и пела. Спасибо отцу. Все для славы сына. Любовь. Снова хочу поделиться сном. Я недавно вступила в ряды небесной цивилизации и мне надо было пройти курсы. Прослушала в записи, потом повторно, уже конспектируя. Вчера приступила к курсу домашние порталы. Сколько позволяет время, столько прослушиваю. На ночь надела наушники и продолжила, уже без конспекта, просто слушать и уснула. Во сне уже второй раз урок говорит мой муж, которого уже нет с нами. Полтора года, как он у господа. При земной жизни он много пил и снился мне пьяным после ухода. Мне так не хотелось видеть его в таком состоянии. при жизни достал, а тут и во сне. И вот сегодня он учил. Я проснулась и соображала, где же я? Сейчас со мной был мой Андрей. На мгновение потерялась, а потом пришла в себя и поняла, что это сон. Необычное переживание. Второй раз муж говорит об отце. Пусть во сне. и голосом пастря Андрея Яковишина. Это здорово! Наталья, поменяли отпуск, хотя это было невозможно. Было множество отказа, но отец такой отец. Устройство началось. Спасибо, спасибо, спасибо. И еще вернули полный отпуск 52 дня. Слава отцу! Марина, работаю в магазине хозяйственных товаров. У нас снизилась выручка. Вчера взяла наличку и походила по ней, как нас учил пастырь. Сегодня воскресенье, а деньги идут, и это не закончится никогда. Спасибо, Андрей и Оля, за такие ценные уроки, за предстоящий курс Меч Соломона, за жизнь торжествия, за то, что уже сейчас у многих закрыты кредиты и долги. И я ожидаю своих чудес в финансовой сфере, классных подарков от папы, новых встреч и много-много чудес. И это не закончится никогда. Надежда. Как только зарегистрировалась на курс Меч Соломона, мне дочь подарила новый телефон, о котором я мечтала уже долго. Отец, ты такой отец, спасибо большое. Благодарю Андрея и Олю за любовь и желание открывать нам все новое и то, кто мы. Марина, проявление заботы папы ко мне стало не в приходе денежных купюр, а в том, что меньше стало платить за услуги. Нужно было заменить старые окна на веранде. Два пластиковых окна обошлись мне в два раза дешевле, чем я думала. Благодарю. Наталья, у меня маленькая пенсия, но в этом месяце получилось двадцать тысяч. Подарили три тысячи, одну тысячу нашла в подаренном пальто, вышло шестнадцать и четыре сэкономила. Вот так начался курс Меч Соломона. Спасибо Андрею, спасибо отцу. Преломляю, раздаю и всем желаю финансового процветания. Алена, вчера вечером мне опять пришла денежка две тысячи гривен. Это уже второй вечер по две тысячи капает на карточку. Вчера так смеялась с отцом, говорю, папа, это не закончится никогда. А он меня обнимает и говорит, я тебя очень люблю. Он такой отец. С тех пор, как я зарегистрировалась на курс Меч Соломона, пошла движуха. Видимо, все потому, что слушаю и анализирую презентацию и силу преодоления целыми днями. Врубила наушники и слушаю, и ночью тихонько ставлю, пусть дух мой напитывается. Многое меняется в мозгах, на многие вещи смотрю по-другому, и отец радует непрерывным общением с ним. Всех люблю, обнимаю, преломляю и раздаю. Гюзелия. Я хотела поменять обои на кухне только, а получилось и в коридоре, и в зале. Люди покупали за 2100, а отдает за 1500 упакованные, хранили для меня. Потоком приплыла люстра с пультом, новые двойные двери в упаковке, ламинированные с переплетом, со стеклом за 600 рублей. Теперь у меня двери купе, а вчера еще сестричка Ангел благословила финансами. В общем, я в потоке. Отец, я в твоем потоке. Не говорю еще о том, что соседи несут и уговаривают взять у них овощи, фрукты и консервированные соленья, варенья от избытка урожая. Красота, да и только. И это не закончится никогда. Всех люблю и обнимаю. Светлана так ждала чудо, что даже не поняла, что это оно. Только сейчас поняла. Сегодня рядом с кафе проверяли огнетушители. Рабочий день подходил к концу. Вдруг я слышу, ты почему не идешь? А я уже давно хотела проверить или новый купить. Отец мне сказал, я специально для тебя послала этих людей к твоему кафе. Я побежала и мне проверили бесплатно. Я еще деньги взяла с собой, чтобы новый купить, если понадобится. Это, конечно, небольшое финансовое чудо, но я почувствовала заботу отца в этом. Слава отцу! Евгения Наталья «А меня меня вчера благословили тысячи рублей на бензин. Поехала в кооператив направления, там надавали продуктов. На карточке вечером увидела поступление алиментов пять тысяч рублей, хотя до этого бывший муж сказал, что ему выставили счет за лечение зубов большой и спросил, может, живете без этих денег? Я думаю, мы-то проживем. но написала, что от денег отказываться я не могу, а как решить сам, пусть так и будет. Решил правильно. И еще, вчера должна была быть моя смена, подработка, всего два раза в неделю, но она практически срывалась. А в последний момент все решилось, как хотела я. Папа управил. Деньги к деньгам легко, и это еще курс не начался. Слава папе за таких наставниках, которых он высвободил для сынов своих. Спасибо, Андрей и Оля. Ирина, сегодня на работе меня благословили двумя большими пакетами вещей и обуви для моего сына. Причем некоторые вещи новые, с бирками, а обувь вообще дорогого бренда, и эта женщина благословляет меня не первый раз. Спасибо тебе, папа, за сверхъестественное обеспечение. Моя семья, мы в потоке твоей любви, и это не закончится никогда. Мария я только вчера послушала презентацию курса Меч Соломона, хотя ждала этот курс давно. Слушала только вечером, а папа все знает наперед, благословил меня уже в обед. Мы с подругой шли на день рождения и хотели зайти еще за цветами и шоколадом в магазин. Смотрю, навстречу по асфальту летит купюра в 10 евро. Я на нее наступила, чтоб она от ветра мимо не пролетела. И получается ногами уже по деньгам походила, даже еще не зная этого задания. В магазине наши покупки вышли на 9,55 евро. Слава папе! Истина! Отец наш все знает наперед. Вечером, пока слушала презентацию, мне еще пришел заказ на 70 евро. Аллилуйя! Наталья только закончила слушать служение в Германии. Руки и лицо покрылись бриллиантовой россыпью. Первый раз тело горело. На неделе посмотрела эфир. Ушли 4 килограмма веса. Я сразу почувствовала это во время молитвы, поэтому сразу поверила. Аллилуйя! Вчера произошло чудо. На квитанции по плате квартиры написано, что оплачено, но я не заметила, а в кассе мне сказали, что вместо 5 тысяч надо оплатить только 1700, что это была какая-то переплата, но я точно знаю, что этого быть не могло. Это все подарки от отца. С сыном вчера молились и причащались после долгих лет отчуждение его от веры. Ожидаем исцеления. Спасибо вам за все. Переживаю радость и обновление. Наталья. Опять в очередной раз аванс пришел увеличенный. Ничто не предвещало, а вот у нашего отца план на обогащение и умножение. Аллилуйя! Ирина. Сегодня позвонил родственник и предложил продавать товар фирмы, в которой он работает. По сути, быть дилером. Раньше я и сама хотела этого, но у них был дилер в нашем регионе, а сейчас мне предложили. Спасибо, папа. И это не закончится никогда. Деньги под нашими ногами. Галина. Сейчас переслушиваю силу преодоления. Андрей, огромное спасибо за поток пронизывающей любви папы. Я потрясена тем, как отец подтвердил абсолютно все, что я переживала в последние дни. Четыре с половиной года назад в вечность ушел мой сынок, а в этом апреле мамочка. Любое прощание это боль, но папа давал понимание, что они всегда со мной, что мы все соединены в нем, и сегодня я получила очень глубокое подтверждение о месте встреч, и это место любви. Спасибо, пастор, я тоже всегда плачу, когда встречаюсь с любовью. Галина. Смотрю презентацию курса Меч Соломона, стараюсь выполнять все, что пастор Андрей говорит, хожу и танцую на деньгах, и приходит радость и ликование. И вот недавно у меня появились деньги, наследство от моей любимой сестрички. Очень вовремя, так как полетел протез зубной, и теперь я смогу сделать себе качественное протезирование. Спасибо, отец, за твое обеспечение. Ажар. Мне перед самой презентацией появилась подработка на два месяца. Отец, ты такой отец! И еще, я так думаю, папа расширяет мое служение, так как служу не только своей семье, своим детям, мужу, внукам и соседям. Наталья уже раз десять слушала презентацию Меч Соломона. На деньги встала лишь раз. И то, чтобы убедиться, что я от них независима. Для меня очень важен был факт подтверждения того, что Меч Соломона будет для меня большим шагом к новым возможностям. Я представить себе не могла как. И что вы думаете? Подтверждение пришло из ниоткуда. Ситуация в стране с кредитами, ценами, тарифными ставками и так далее всем известна. Так вот, Сбербанк снизил мне тариф за терминал до 1%, хотя минимальная ставка сейчас у банка 1,9% при очень больших оборотах. Я очень ревностно отношусь к новым возможностям от отца, так как я давно уже знаю, куда буду реализовывать деньги, и это не личные нужды. на жизнь мне и сейчас хватает. Славься отец в сыне. Белла танцевала на деньгах, так они на глазах начали увеличиваться, танцевала на одной бумажной купюре в 5 долларов, так они начали расти и в количестве штучном и в эквиваленте суммы. Сегодня папа напомнил о силе благодати, которая равна силе благодарения и веры в личный успех. Так у меня на глазах шире раскрылись только много папины благодати в действии. Начала учиться преломлять и умножать и раздавать. Как пастор сказал, получил 300 рублей, не спеши, это только хлеб раздать, иди к потоку. Учусь раздавать хлеб из любви и славы, а он каждый день появляется как манна. Не соберешь много, сгниет. Хотя поначалу хотелось откладывать и копить. Принимаю решение. Я в потоке обеспечения, в силе обретения, обрастания, получения, в силе держать, обогащать. А это свобода в Духе Святом. Спасибо папе, спасибо нашему пастору за расширение и пробуждение мозга. Наталья приехала домой, а там письмо из Пенсионного фонда России, в котором сказано, что размер пенсии моей был неправомерно занижен. И сейчас в связи с обнаружением ошибки произойдет перерасчет за все время в сторону увеличения. А-а-а-а, буду опять плакать. Такой благой, такой непостижимый наш папа. Андрей, я даже уже не знаю, что сказать. Я очень благодарна, что несмотря на все и всех вы ведете нас и открываете новые двери познания. Спасибо Андрею и Оле. Татьяна, очень много изменений происходит внутри меня. Благодарю за снятие вуали с глаз. Вижу уже достаточно четко все вокруг. Даже мое физическое зрение стало лучше. Отношение к людям меняется, преобразование все больше и больше. Благодарю отца за все эти ценные и дорогие подарки для меня. Светлана, я в небесной цивилизации с февраля получаю новые знания и понимание своих откровений. Десять лет назад, после аварии, отец сказал мне, не бойся, ты не умрешь. Смерть не властна над тобой. Я говорила всем, что не умру никогда, а если такое случится, то воскресну. О нетлении не знала, но слово от Бога помогало мне победить многие болезни. А сегодня вспомнила это и поняла, а ведь и болезни не властны надо мной, и немощи, и проклятия, и нищета, потому что я сын Божий. Спасибо Папа, спасибо и вам, пасторы Андрей и Оля, за ваши откровения, за этот хлеб жизни, что раздаете всем щедро. Вы никогда не будете нуждаться ни в чем. Марина Недавно я говорю с Богом о том, что хотелось бы найти грибы с морчки. Сейчас как раз весна, а первый и последний раз я их находила только в детстве, лет в 10. И вот сегодня захожу в Московский парк в Москве и недалеко нахожу штук 10 одной кучкой с морчки. Будто кто мне специально их там сложил, причем я могла и не пойти именно этой дорогой. Вот чудеса-то. Спасибо, жарю, и это не закончится никогда. Саадат Сегодня вышла на улицу позвать четырехлетнего сына. Он на улице играл. Когда я позвала его, он так сильно побежал, что я испугалась, что он сейчас упадет. Я сразу помолилась за него и начала созерцать ангелов вокруг него. Я видела высокого ангела на его голове с мечом. И меч пронизывает его голову. А дальше слушала Духа Святого. Я так обрадовалась. Пока я смотрел на него, он уже дошел и обнимал меня. Спасибо за курс созерцания жизни. Фатима. Мой сын в магазине при покупке по рассеянности оставил карту. Обнаружил пропажу поздно вечером. Утром пришел в магазин и спрашивает громко, где моя карта? Тут его услышал парень и говорит «Вот она, мне ее вчера мужчина передал. Представляете, два ангела сохранили карту и не воспользовались, а на карте была крупная сумма денег. Аллилуйя, спасибо, отец! лариса, мне сегодня отец показал такую славу, что и при меньшей, что я имею, мне хватает более чем. Живу в достатке превосходящей любви Христа. Спасибо, отец! Аллилуйя! Людмила, а у меня сегодня впервые в жизни такое. Я питаюсь и насыщаюсь Духом Святым. Он меня так питает, что я есть не хочу. Это что-то такое происходит, как будто я насыщена и никакого голода. Более десяти лет не постилась, раньше могла три дня не есть, только пила, но проходила барьер голода. Потом налаживалась, но не испытывала удовольствия и насыщения в теле. Сегодня все по-другому и губы в елее. Боже мой, сколько так можно? Попробую дальше питаться Духом Жизни. Ирина Вчера ночью мужу позвонил его отец и сказал «Приезжай, я умираю». Мы с мужем поехали в деревню за 80 километров от города. Приезжаем, я смотрю, а у свекров гипертонический криз, весь трясется, в холодном поту, померила давление двести. Пришлось дать таблетку и начала молиться. Я говорила, что я Дух животворящий, освещаю светом Божьим все клетки его организма, огнем Духа Святого сжигаю всякую немощь, ложь, дуло на него. Через минут двадцать давление было уже 170, а еще через 20 минут стало еще ниже. Дрожь ушла, холодный пот прекратился. В общем, дедушка пришел в себя и сказал «Ну, спасли, значит». И хотя в Бога никогда не верил, но моим молитвам не сопротивлялся. Потом, когда мы уезжали, мужу дал деньги, да столько, сколько за 40 лет нашей семейной жизни с мужем не давал никогда. А сегодня с утра, видимо, от бессонной прошлой ночи и от нервного переживания мужу было плохо. Также давление 190, холодный пот сдавило грудь, что дышать невозможно. И боль сильная за грудиной и в левой руке. Похоже, что инфаркт или инсульт хотел атаковать, но он не знал, на кого напал. Аналогично молилась за мужа и даже скорую не вызывала. После обеда муж уже сел за руль и поехал по своим делам. Звонила два раза сегодня в течение дня свекру. У него все хорошо, живой и бодрый. Отец, я вижу тебя творящего. Я просто восхищаюсь тобой и обожаю тебя. Благодарю пастора Андрея за то, что открыл мне глаза. Да еще муж сказал, чтоб я с ним должна поехать на рыбалку. Спрашиваю, для чего? А он отвечает, ты же мой дух, животворящий. Ниночка, 19 апреля пошла в гости к соседке, а там была еще одна соседка. Мы начали разговаривать и перешли на то, что у одной из них болит нога. Нога была отекшая и цветом сине-зеленая. И я приложила к ноге свою руку и спрашивала периодически, что она чувствует. А она говорила мне свои ощущения. Помолились за ее ногу, я еще немного посидела и ушла. А сегодня, 21 апреля, она увидела меня и стала обнимать и благодарить за то, что у нее нога прошла. Осталось чуть-чуть, а то наступала и у нее была боль. Мы с ней вместе поблагодарили Бога, а еще она попросила у меня музыку, которая играла у меня на телефоне. Я ей ее перекачала, она и так понравилась, говорит, что успокаивающая. Слава папе! Алла, внук моей приятельницы окончил колледж в Беларуси. Устроиться по специальности на работу нигде не может, так как везде требуется стаж работы. Оставила резюме в Минске на заводе, но туда попасть шансов нет. Бабушка каждое утро ходит на молитву в церковь, но нет ни радости, ни результата. Я предложила ей помолиться о проблеме. Мы приняли решение молиться за устройство на работу в Минске. В конце молитвы я попросила ангелов принести ответ в течение трех дней. Это было в пятницу. Пятница короткий день, субботы, воскресенье, выходные. Сегодня четверг. Неожиданно я встретила ее в автобусе. Она сообщила радостную весть, что звонили дважды, приглашают его на собеседование. А я была рада тому, что впервые я увидела реальный ответ ангелов на мой запрос. Я увидела. Ранее я чувствовала и принимала их помощь. Боже, как долго я ликовала. Я увидела. Спасибо, Андрей, за открытие глаз. Это не закончится никогда. Отец, спасибо. Любовь. Работу на заводе не каждый сможет справиться с тем, что делает наша бригада. Наш завод выпускает газовую аппаратуру. Например, плита Дарина. Бывают разные сбои. Ломается оборудование, линия останавливается. Работницы ворчат, бурчат, а я нахожусь в покое. У меня тихая и безмятежная жизнь. Я обнаруживаю, что меня не трогает, не имеет влияния на меня подобные сбои. Даже странно слышать раздраженные речи коллег. Возникает желание влиять на обстановку, усмирять бури. Это даже забавно. Духи повинуются. Дал отец сынам власть сокрушать сердца. Аллилуйя. И еще вчера было сложное задание для нашей бригады. Остальные бригады отказывались это задание выполнять. Почти всей бригадой обратились за Божьей помощью. И все прошло на ура. Надела рук своих, смотрю, с довольством. Обычно всегда немало брака на выходе. А тут детальки чистенькие, красивенькие, блестящие. Это, конечно, прибавка к зарплате и премия. Аллилуйя. Слава отцу. Слава. Людмила. Живу в частном доме. Раз в месяц передаю показания всех счетчиков по коммуналке. И в апреле надо до 22-23 передать все. Стала смотреть счетчик воды, а он стоит на месте с прошлого месяца. Я слегка заволновалась. Месяц поливала огород. Все пользовались активно водой, а показания не изменились. Я до этого времени не получила субсидию за апрель. Оказалось, в марте срок закончился. Я попросила папу, чтобы те финансы не пришли, которые из соцзащиты. Папа как-то показал явление славы Божьей и поблагодарила и забыла до момента подачи данных в водоканал. Я верила, что пломбы целые. Он исправен. Я в нетленной семье высвободила, что вода вся как-то оплачена. Платить не надо. Вечером попросила ангелов наладить счетчик, если он сломался. И к приходу работника все бы работало. Спасибо, папе сказал и уснула. Утром в зуме вновь высвободила помазание на работника водоканала. Все оплачено, все работает, не нужно покупать счетчик и новый ставить, и по среднему две тысячи оплачивать за апрель не надо. Папа все уже решил, но все-таки сообщила в контору, чтобы отправили контролера. И сегодня произошло чудо. Контролер женщина пришла, посмотрела счетчик, в кухне работала стиральная машинка. Внук купался перед школой. Контролер посмотрела на счетчик, пломбы целы, он стоит, вода бежит по трубам, карандашом постучала по счетчику, он работать начал, и побежали цифры. Она мне говорит, счетчик работает, все исправно. Не встречалась с таким еще, и, видимо, у вас живет кто-то. Я ее поняла, что она хотела сказать домовенок, но не успела, проговорила она. Я сказала, что здесь живут боги. Она засмеялась, и началась беседа. Свидетельства сыпались из меня, как папа меня благословляет, как в семье произошли глобальные перемены, как папа из Иркутска переместил сверхъестественно нас на Кубань в течение трех дней. Отец сказал сделать шаг веры и двинуться вперед, и таким путем я теперь здесь. Папа творит чудеса в жизни дочери, работать мало стало, а получать больше, клиентов все больше и больше. Контролер внимательно слушала и сказала, а давайте я с вами буду дружить. Я дала согласие и она написала акт. Все исправно, просто показания были переданы за два месяца вперед. Я говорю, это же нереальная бумажка, кто поверит? Она говорит, вам Бог к Пасхе сделал подарок и погасила плату за воду, ведь субсидия не пришла, а эти деньги пришли из другого источника. дала мне свой телефон и сказала, чтобы я позвонила, чтобы продлить общение. Какой у вас Бог хороший, будем дружить, может он и мне будет также помогать по жизни, как и вам. Я заулыбалась и сказала, да, я согласна с вами дружить. Но хочу добавить, я вечером после зума благословила беженцев из Мариуполя деньгами на карту и в Иркутск отправила финансовую помощь, почти последний разослала. Это тоже был шаг моей веры. Папа не замедлил и все решил в тот час. Аллилуйя, слава папе за потоки славы в мою жизнь, как сына. Я пребываю уже несколько дней почему-то в потоке радости, несмотря на то, что еще не знала результата, а явление уже творило во мне чудо смеха, радости и благодарности. Я еще раз убедилась, что это не закончится никогда. Это заслуга Андрея и Оли Яковишиных. Ведь я прошла курсы. Все, что отец через Андрея высвобождал, я брала и начинала практиковать. Вот такой отец, такой отец. Спасибо Андрею. Он много сделал чудес в моей судьбе. Я их люблю. Они мне как родные, открыл глаза, как сын умный Андрей. Любовь и Роман. А мы с мужем справляли его день рождения в развлекательном центре. Там кинотеатр, там всякие игры, развлечения. Я специально его туда пригласила, а еще дорогие бутики. И мы ходим там везде на начало кино. Рома говорит, смотри, вон какое качество одежды, все, будем такую покупать. Хорошо, думаю, мозги богатые. и заходим, а там шуба за сто тысяч рублей. Рома говорит, померь. Я начала все мерить. Одна так приглянулась, ощущение, конечно, супер богатое. Продавец говорит, давайте я оставлю для вас на три дня. Она так решила за нас и уверена, что у нас есть такие деньги. Я, ну ладно, оставляйте и уже вижу себя. А потом Роме говорю, она чувствовала, что есть деньги, что мы богаты и можем себе позволить. Круто, папа, к хорошему быстро привыкаешь. Царская жизнь, она, она такая. Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше откровение и сила Божия охватила весь континент и всю Землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку спонсировать под видео и запомнить анкету спонсора, исходя из своих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за этот план. Небесная цивилизация это семья и команда. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров